Девушки отдыхают Заглядевшись, она уколола иглой палец И упала тогда на снег несколько капель крови Алый цвет на белом снегу, в обравлении черного дерева Был так красив, что королева вслух пообещала Я бы отдала что угодно за то, чтобы у меня родилась девочка В кожу, белой, как этот снег, румянцем, как эта алая кровь И у околола цвета черного дерева Я обещаю, что разобольная белоснежка И это было первое обещание в той череде случайных Необдуманных обещаний, о которых мне бы и хотелось вам рассказать Вы спросите, кто это? Что ж, допустим, рассказчик Вскоре королева действительно родила дочку И была она бела, как снег Как кровь румяна, и локоны ее блестели, как драгоценные черные дерева И, как и было обещано, назвали ее белоснежкой Но, к несчастью, королева была слаба здоровью и рано умерла Оставив малышку И тогда король дал обещание, что сделает королеву любую девушку Будь она снадной принцессой или простой гостья Если она будет заботиться о белоснежке так же, как ее мать Это обещание, как видите, было вторым Эта новость была не по нраву самой белоснежке И она тоже пообещала себе, что никто и никогда не сможет заменить ей маму Это было третье, необдуманное обещание После которого юная принцесса сбежала из дворца Бежала она, не разбирая дороги, по острым камням, через колючие заросли И проголел к у нее дикие звери, но ее не трогала Бежала, пока хватало сил Я помнилась только, когда совсем стемнела Оглядела сама вокруг и поняла, что осталась в большом лесу одна-одинушек И стало ей так страшно, что она села и заплакала И тогда принцесса снова пообещала себе, что если ей сейчас поможет добрая девушка Она попытается принять ее, но не как маму, а хотя бы как старшую сестру Это обещание оказалось четвертым, несколько противоречащим третьим Болей ли случаем или нет Но рядом оказалась дочь охотника, которая и вывела ее из леса Она была молода, умна и красива И король сдержал свое обещание, посватывшись к родителям девушки Мать девушки была женщиной гордой, властной и амбициозной Поговаривали даже, что она не чурается колдовства Еще в юности она пообещала сама себе, что она так или иначе, но будет править Это можно считать пятым, судьбоносным обещанием Но планы матери шли вразрез с желанием дочери Ведь ее сердце уже было обещано другому Это наивное обещание было шестым по счету И дочь охотника, чтобы не выходить замуж за короля Решилась на побег со своим возлюбленным И чтобы не обидеть свою маленькую подружку Она поделилась своим секретом с белоснежкой Маленькая принцесса, все еще тоскующая по матери Из добрых побуждений наивно выдавая югая Мать девушки взяла вид, что она совсем не сердится И вручила белоснежке красивое наливное яблочко Чтобы та передала гостиницу возлюбленному дочери Знак ее родительского благословения Многие думают, что именно отравленное яблоко Привело эту историю к всем известным муфелям Дочь охотника вышла замуж за короля Ее мать обрела желанную власть А белоснежка получила любимую мачу Но вы теперь знаете, что по-настоящему роковую Оказалась в седьмом обещании Новая королева ожесточила свое сердце Пообещав отомстить всему миру За потерянную любовь И эта клятва привела ее на пути внимания Сделала величайшей злой волшебницей А мне злила мужа Заняла трон Избавилась от матери Изгнала белоснежка из ее королевства Прошли годы Белоснежка выросла в противостоянии С другой королевы Пройдя множество препятствий и испытаний Все же сумела вернуть себе трон И обрела настоящую любовь Но эту историю вы знаете и без меня Так же, как и ее финал Королевство готово к свадьбе Субтитры создавал DimaTorzok 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 «На ведь я тебе почти мать» Субтитры создавал DimaTorzok «Яна, вы никогда не встретитесь Но не переживай, дорогая Ведь вы даже не вспомните друг друга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Прощай, милочка» Субтитры создавал DimaTorzok «Поздравляю» «Поздравляю» «У меня сегодня тоже праздник Поэтому я могу помочь тебе» «Это не правда, что в другом мире вовсе нет магии» «Магия есть везде» «Главное ее разглядеть и поверить в чудо» «Я уже столько рассказывала вам, что хочу, чтобы у этой истории был счастливый финал» «Я заберу вас на одну ночь на мой праздник» «Чтобы мои гости вернули вам веру в волшебство» «И тогда темная магия разрушится» «Позже начнется десятая праздничная ночь» «Поздравляю» 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 Субтитры подогнал «Симон»